Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал Russian Power Guy и это Механоиды. И знаете, давненько не было видосов, в течении трёх дней не было никаких видео, собственно, ну, к сожалению, так вот получилось, там и день рождения, и, собственно, короче, вот так, вот так вот, так что теперь многое изменилось. Я стал старше, опытнее или умнее, соответственно, пока же только время, и сегодня самое время проверить это, зайдя в Механоиды, потому что нам сегодня предстоит много чего интересного, собственно, как и обычно, но сегодня именно мы с вами, наконец-таки, поднимем рейтинг 5.0, который нам даст доступ на новую территорию, собственно, сектор Арктики нам, получается, нужен будет, но, но прежде чем всё мы это начнём, так что мы ещё займёмся другими делами, так что, друзья, перед началом видео желаю всем приятнейшего просмотра, усаживайтесь поудобнее и не забывайте, лайк, комментарий, подписчики приветствуются. Так, во-первых, во-первых, по комментариям сейчас мы пройдёмся, но давайте начнём с небольшого, то есть наш этот самый Богомол, это, конечно, лютая, крутая штука, я вообще в большом, на самом деле, в восторге от него, и у меня вообще к нему претензий нет никаких, потому что он замечательный и потрясающий. Это, во-первых. Во-вторых, мне сказали, что отсюда улетать ни в коем случае нельзя, потому что в центре карты где-то находится, сейчас я ещё раз точно посмотрю, находится бункер первых, про который нам рассказывал обелиск, 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 ну, у меня я не стал, как бы, ладно. Обелиск супера рассказывал нам, что в центре карты где-то находится бункер первых, и там нам должны дать какую-то прикольную приколюху. И, собственно говоря, нам нужно её обязательно найти, я не знаю, где это, ну, то есть, допустим, туннель перехода здесь, центр карты, в моём понимании, вот где мы ещё не были, это здесь, мы, соответственно, не были. Мы не были, соответственно, вот здесь, и поэтому я предлагаю начать именно с этого, и попутно будем потихоньку фармить себе рейтинг, потому что нам нужно, ну, буквально одного механоида замочить, и мы, в принципе, уже в шоколаде и в секторе Арктики, а также написали, что теперь нужно копить-таки на новый глайдер, который называется Смерч, то есть, это такой глайдер уже усовершенствованный, я так понимаю, то есть, тоже боевой, я так понимаю, и, соответственно, будем сегодня этим заниматься тоже, и всё это продавать, покупать, прям, прям, про выполнение заданий на другие фракции, сказать, что лучше не вступать, потому что их все не любят, и, собственно говоря, очень-очень много чего нужно нам сделать, поэтому мы сейчас этим будем заниматься, так что ещё арена у нас будет, и, конечно же, я не могу не оценить комментарий, ну, допустим, что полетим вот сюда, не могу не оценить комментарий по поводу того, что транс втирает переменчивым про вот это вот всё, да-да-да-да-да, да-да-да-да-да, смешные шуточки, так что я не могу это не оценить, так, пацаны, ну, у вас трое, конечно, я как бы это самое, подожди, нет, вот я, конечно, а вот это красиво, а вот это сейчас красиво было, во-первых, мы подбираем вот это вот, это мы подбираем обязательно, тут ещё что-то, ой, братаны, подожди, это я, это я всё, конечно, понимаю, но я не понимаю, как бы, вот, во-первых, ты что, оборзел совсем, что ли, ты оборзел? Так, э-э-э-э, пожалуйста, всеките ему, мне лень, мне реально лень ему всекать, так что сейчас я ему, подожди, нет, я, или, или я всеку ему, я подобрал уже, в принципе, то, что мне нужно, но у меня уже вопрос принципа, братан, э-э, вот давай выйдем, пошли выйдем, вот, ну, давай, давай, вот, э-э-э, здесь я с тобой драться не буду, потому что здесь охраняемая зона, и меня сразу же расплющат, но вот давай вот мы с тобой просто раз на раз, как мужики, по-настоящему, по-хорошему, выйдем и разберёмся, ты как, согласен, нет? Ну, вроде как он согласен, э-э, по-моему, э-э, по-моему, он занимается какой-то фигнёй, по-моему, он, э-э, немножко читерит, ладно, хорошо, э-э, пусть дальше, так, тихо-тихо, пушка, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, тихо, 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 ну, я, я, я только прилетел, уже в меня, ты, э-э-э, тычут всем подряд, всё, э-э, наш рейтинг механоида 5.0, и, соответственно, это просто замечательно, великолепно, давайте купим, кстати, ракет, между прочим, я-то что-то не подумал, что нужны ещё ракеты, вот, хотя бы 20 штук ракет нам точно должно хватить, чтобы разделаться с другими, сохранимся, сохранимся, например, на, вот, ну, на богомола, да, почему бы и нет, и всё, мы полетели, потому что больше времени я терять не буду, всё, мы подняли рейтинг, это было очень-очень быстро и очень просто, предлагаю через право полететь, например, и там мы уже посмотрим, а, где находится этот бункер первых, потому что, э-э, пока не улетаем, я хочу всё найти, я хочу всё узнать, э-э, мы никого не боимся, я напоминаю вам, я, 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 чисто вот так вот, экспертное мнение, мы никого не боимся, э-э, и, соответственно, Мы только за Так вот, допустим, здесь еще место не исследовано Давайте летаем, где не исследовано Мне кажется, там, где не исследовано, возможно, какие-то аномалии Или еще что-то такое, но, опять-таки, это не точно Полетаем, посмотрим, возможно, будет дроп Возможно, что-то еще Но вот пока найти какую-то секретную локацию Мне не получается именно Ага, вот здесь, вот здесь мы не были, но здесь озеро В озере, наверное, нужно купаться И когда это тепло Но... Окей, давайте облетим его, я так чисто вот Чтобы карту открыть, да, чтобы посмотреть Что к чему И понять, вообще, здесь что-то мне искать Или не искать, но мне кажется, что это все-таки не здесь Потому что, ну, рядом с водой Я сомневаюсь, что эти ребята живут под водой Они все-таки не губка, боб, там, все такое Я думаю, что они нашли себе место поинтереснее Так, хорошо, в принципе, карта открывается неплохо Что такое? Что такое? Давно не записывал И, соответственно, Немножечко так, все, все Почти, почти, ну, чтобы красиво было Ну, что, ну, ребят, ну, как бы, вы сами понимаете Как бы, ну, что, почему не открывается-то? Я знаю, что там ничего нет Но это чисто вопрос принципа Это просто вопрос принципа Ладно, все, я буду не таким принципиальным Полечу туда, где действительно ничего не исследовано А, зато мы знаем, что теперь А, подожди, стой, 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 стой Как-то, как-то, подожди Нет, 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 нет Я все увидел Я все увидел И теперь, соответственно, я это подберу Что это? Это ракетное топливо Сильно ли мы перегрузились? Да нет, не особо Так, ну, собственно, заданий у нас на сектор Арктики достаточно У нас, по крайней мере, два задания есть на сектор Арктики Которые нам нужно выполнить Так, теперь Ну, кстати, так Вот здесь, кстати, мы еще не были Вот здесь не были Но мне сказали, что в центре карты Вот это похоже на центр карты Поэтому мы полетим туда Я думаю, что Я вам однозначно доверяю Потому что вы эту игру проходили Вы ее знаете И, соответственно, я буду исходить именно из этого Так, вот, пожалуйста, ускорение, да Гопников мы теперь не боимся Как я уже сказал И можно спокойно летать где угодно Как угодно Так, вот, кстати, какая-то тарелка По-моему, мы здесь были Ну да, вот, получается, нам нужно куда-то вот сюда Вот, но Здесь много чего интересного, может быть Чисто в теории Кстати, там какие-то вот пацаны стоят И мне кажется, они кого-то ждут Ну, я думаю, что мы их немножечко разочаруем Мы можем их разочаровать немножечко Но Стоит ли оно того? Стоит ли это наших потраченных патронов И всего остального? Потому что я-то занимаюсь больше исследованием Хотя рейтинг нам, в принципе, не помешает в будущем Но мне сказали, что в основном рейтинг нужен для того, чтобы попасть на сектор Арктики Блин, я сегодня добрый, ребят Я, пожалуй, откажусь Что такое? Мышка Кстати, реально много ребят Много здесь кто тусуется втроем Вот, например, за мной летят Но я, пожалуй, откажусь Я их, конечно, всех размотаю Без проблем совершенно Но Вот так Вот, допустим, нам вот туда Нам нужно исследовать в эту сторону И посмотрим, может быть, что-то действительно мы там найдем Ну, короче, если они все-таки прикопаются ко мне То я им покажу Я им покажу Если они прямо решат докопаться То я, наверное, все-таки развернусь Ну, да Ну, к сожалению Они сами этот выбрали маршрут свой такой, да То есть они сами захотели, пацаны, подраться Как бы я ничего против не имею Как бы вы сами там решайте, ребят Но Мы, кстати, в очень плохом состоянии Сколько у них тут всего? Сколько дропа? Мне кажется Ну, как так-то? Вот, ребят Ну, сколько они вот поубивали Невинных просто максимально механоидов Сколько они погубили жизней Вот просто посмотрите на этих вот сволочей Которые вот просто-просто здесь Это были, кстати, какие-то довольно сильные ребята Судя по всему Потому что У меня вообще как по трюму-то Ну, сегодня все довольно-таки плохо Довольно-таки плохо, я бы сказал Но мы восстанавливаемся У нас есть органическая броня Мы поднимаем механоидов Которые реально весят что-то Поэтому мне нужно куда-то вернуться Чтобы все это сдать Потому что Вот-вот-вот все Началось Началось А что не подбирается? Почему не подбирается? Все Все, да? А, нет, еще не все Подожди, в смысле еще один механоид Отлично У нас с вами все очень плохо И нам нужно куда-то съездить Нам нужно хотя бы Что, на вторичку возвращаться, что ли? Есть зарядная площадка Есть зарядная площадка Но там нам ничего не дадут Мы можем там отремонтироваться Нет, я думаю, что Ну, хотя чисто в теории Для того, чтобы побыстрее Ну, блин, не, нормально Долетим, короче, до вторичной базы Потому что так я не полечу Это полный бред Придется, конечно, нам пожертвовать Временем, которое мы, собственно С вами потратим Чтобы вернуться на вторичную базу Но я думаю, что она того стоит Мы с вами Сколько дропа Сколько лута Мы сейчас с вами подобрали Это просто немыслимо Потому что не хотелось бы терять его Это во-первых И, собственно, надо же Проучать их всех Ну, то есть Они сами первые напали Я... Посмотреть карту Изучить Где там находится этот База первых Я хотел посмотреть Реально найти ее Но эти ребята Почему сказали, что Ну, нет, мы хотим подраться Ну, что же Они сами решили, что Они хотят со мной подраться Я, как бы, их не сужу за это Это их жизнь Это их, собственно, работа Я так понимаю И времяпрепровождение И хобби Но Хобби, конечно, такое себе И как работа Тоже сомнительно Но, собственно, я проучил негодяев мы и мы войти этим можем мы короче можем быть рад что так получилось потому что там столько всего выпало я правильно лечу да я правильно лечу сейчас мы гораздо быстрее полетим если мы все это дадим потому что очень прям все медленно на терять бы не хотелось вы поймите меня тоже правильная как бы тоже не хочу сильно затягивать потому что я планировал в этой серии уже таки добраться до сектора арктики я думаю что у нас однозначно получится просто потратим чуть больше времени потому что ну неожиданно по опа опа что это такое что это у нас здесь лежит это у нас ракетное топливо ну все продадим все что мы подобрали все продадим всех механоидов сдадим рейтинг прокачивать как бы никогда лишним не будет тем более мы подобрали там может быть мы подобрали сами мощных механоидов которые нам дадут много рейтинга сейчас узнаем так пусти меня пожалуйста к себе я очень и очень хочу к вам залететь мне прям очень надо и починиться тоже надо однозначно да мы нам дали рейтинг ну не так много конечно починиться до отремонтировать и пополнить боезапас это назад потом идем в торговлю и продаем ракетное топливо замечательно мы не перегружены так по глайдеру у нас есть 15 ракет наверное больше загружать не буду богомол сохраняем вылетаем все 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 ребят давайте больше не будем тратить на это время полетели короче на нашу метку и все соответственно нам теперь нужно ну в принципе сюда но я не понимаю то есть где вот вот здесь вот что ли вы имеете в виду вот сюда ты летал просто она закрытая здесь есть разрушенное здание но как туда попасть давайте долетим до него посмотрим потому что там она разрушена как туда попасть я не знаю мы уже находили с вами его я помню но сейчас пока не знаю так узкая ускориться можно немного 221 пункт но я так понимаю а под апат левел апат левел апат левел апат левел будет довольно трудно сейчас потому что ну там понятное дело будут и эти самые более серьезные противники на новом регионе и там скорее всего будут давать гораздо больше опыта за убийство и все такое но в общем то и целом все будет сейчас довольно таки сложно поднять по уровню так значит мы летим правильно мы летим правильно очень жаль что заканчивается у нас очень быстро нашего батарейка потому что ну прям вообще то есть мы можем дать нет мы в принципе быстро летим быстро летим но с турбой конечно веселее с турбой гораздо гораздо веселее так врать противников нет ну очевидно я уничтожил главную опг этой местности и теперь им не особо то интересно здесь летать потому что они знают что здесь есть некий богомол по имени космос старт 777 и который немножечко убивает всех кто движется пушка реально огонь то есть мне сказали еще что есть такая же на четырех ствольная и соответственно обязательно ее брать когда ее найду так что мы так и поступим нам туда нам туда хорошо мы полетели туда и будем исследовать пока что не знаю где этот бункер первых не понимаю где он может быть вообще то есть ну окей полетим сюда и вот здесь вот конечно есть разрушенное здание мы к нему подлетим пп залетим за него ну я я все задания брал я все выполнял все читал но пока что мне никуда никто ой 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 это что-то неприятное а что они там делают а вот почему они там тусуются они что-то охраняют мне просто интересно я не хочу с ними драться я хочу посмотреть что вы охраняете здесь что здесь такого сверхъестественного чтобы охранять вот это вот что это лежит 200 это вот все что вы охраняете это это все это все ваши сбережения ребят ребят ну как-то если честно скромновато скромненько достаточно но здесь ничего нету кроме врагов здесь нет ничего поэтому мы вернемся вот сюда пожалуй я развернуть главное не убиться здесь вообще никак потому что ну это конечно вряд ли произойдет но да 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 у него кстати вот это разрядная пушка которую я вообще не понял зачем нужно потому что урон у нее должен быть какой-то космический то есть там в характеристиках написано полторы тысячи но я вообще не понял как из них стрелять она какая-то очень сомнительно здесь ничего нет здесь вообще ничего нет но они прям очень хотят со мной подраться очень и очень хотят ну если будут докапываться я все-таки докопаюсь ну вот вот собственно разрушена это место и что здесь происходит здесь вообще ничего нет во первых тут лежит дробь ну во первых нас никто не спасет если нас тут нападет довольно печальная история так здесь ничего нет вот то есть окей здесь здесь вот я уже где мог везде был они хотят драться ладно ладно хотите драться серьезно или все в передумали ребят передумали или все все передумали они нам дроп забрали соответственно и улетели это видимо все что они хотели сделать миноброд какой-то там ну вот собственно разрушенная база какая-то разрушенная база они хоть не собрали там ничего так добрый вечер добрый вечер да 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 я вас я вас помню а вот здесь нет входа она разрушенная то есть здесь все сломано залетите сюда никак не могу вопросов очень много то есть единственный способ что-то проверить это полететь вот сюда давайте так и сделаем и посмотрим то есть здесь ничего нет она сломанная залететь в нее не представляется возможным вообще то есть она просто сломанная тем более сейчас еще ночь ничего не видно будет гораздо хуже видимость я не понимаю мне ничего здесь не дали то есть может быть я что-то не выполнил конечно но мы нету ничего вообще то есть а слова совсем так ok давайте сюда слетаем здесь тоже что-то можно исследовать но здесь тоже ничего нет пустота просто пустота какие-то равнины вообще ничего нет то есть но здесь единственное место осталось где я не был ну давайте слетаем чисто из вредности посмотреть если здесь что-то вообще ничего не а там друг окей там есть дробь так низкий уровень энергии нас не интересует мы просто вырубаем турбину а господина почему вот это что такое то почему им так нравится так а кстати вниз я бы не по не стал ехать потому что там скорее всего высокая радиация но здесь ничего нет вот если вы говорили про это то у меня нет сюда доступа здесь закрыта то есть ну вот у меня вот все есть строение которые здесь есть но база первых у меня здесь нет то есть обелиск супера понятно мы там были нам там рассказали зарядная площадка добывающего здесь все есть все если то есть вся карта в принципе у нас на ладони здесь я сомневаюсь что что-то полезное тоже есть здесь ну тоже как бы у вас уже все границы карты я думаю что нам пора улетать ну то есть к сожалению мы ничего не нашли вообще то есть но нету здесь ничего просто пустота зарядные площадки то есть вот это разрушенная она разрушенной как в нее попасть если вот ну что по журналу не хочу по журналу то есть сектор скал мы выполнили сектор арктики да вот то есть у нас все есть поиск супера условия перехода на дикого квантовый транслятор посетить базу 1 обелиск рекомендует найти базу клана первых возможно она будет полезная для меня информация ближайшая база первых находится в секторе арктики по всей видимости возможно что-то перепутали то есть я не я конечно то есть пока что где то здесь написано что базу клана первых возможно будет полезной информации для меня ближайшая база первых находится в секторе арктики все ребят мы летим сектор арктики это уже не обсуждается так что нам нужно вот сюда поставить наш пеленг и мы просто летим отсюда так там вражины сзади прям летят на нас очень хотят нас найти но это я не очень хочу и поэтому я просто улетаю отсюда и от вас соответственно так низкий уровень энергии дропы всякие блин я вот не знаю вот там кстати что-то валяется просто возможно здесь аномалии высокие то есть я могу слетать просто посмотреть мне там кто-то наваливает кто-то наваливает 200 энергокристаллов ну в любом случае с отмечу сказали что торговать все-таки мне придется и возможно действительно придется поменять глайдер потому что на этом глайдере мы вообще никаким образом не сможем ничего перевозить то есть но у нас условно есть свободное место где-то на 800 килограмм и при этом мы будем летать очень медленно мы будем очень уязвимы я не знаю то есть это очень сомнительно конечно но в этом конечно плане гораздо было удобнее летать на скоробей потому что скоробей это однозначно уверенность в том что у тебя все влезет но боевая мощь которого оставляет желать лучшего но с другой стороны что нам мешало поставить на скоробей вот эти пушки ничего не мешало нам их поставить но с другой стороны никакой маневренности скорее всего то есть мне сказали что еще броня то есть они действительно прочные и в схватках выживаемость у них гораздо больше чем у обычных каких-то вот вот глайдеров которые предназначены исключительно для торговли то здесь как бы нам гораздо больше шанс у нас выжить на боевом глайдере нежели чем на обычном и соответственно в этом и есть его плюс и маневренность конечно же но если будут задания там перевези это конечно будут проблемы тем более я знаю какие веса они могут выдавать то есть там и потом не могут выдавать и все такое так что надо будет думать и как-то все это решать потому что квесты я хочу выполнять все мне интересно сюжетная линия все ребят мы наконец-таки с вами добрались до туннеля перехода и наконец-таки мы можем с вами отправиться в сектор арктики это как бы незабываемо в сейчас в юбисофт так хорошо сохранимся на богомола вот здесь вот так доступ переходу открыт отлично мы с вами можем со всех сектор арктики для так давайте почитаем сектор арки находится относительно близко полюса планеты климатические условия почти совпадают естественными местоположение сектора выбран с таким расчетом чтобы защитить его от снежных смерчей и мощных электрических штормов по краям сектора окружают небольшие каменные скалы большую часть которых вырастили создатели во время терраформинга частые снегопады и сильные ветра держат уровень снега в пределах нормы в секторе арктики можно встретить панц панцерников про которых не говорили наргунов наргунов и членов структуры перемен ну собственно а инфо цыгане все-таки забрались на все сектора окей кук конечно встречаются представители других кланов но их очень мало короче мне сказать что панцерники это такие вот типа их никто не любит и наверное мы туда не будем вступать но выполнять то есть мы можем выполнять их задание но вступать к ним мы не будем вот собственно что вот главная мысль всего вот этого вот пересказа так хорошо совершить переход отлично юбисофт это замечательно так отлично условия туннеля перехода в игры хотя бы один бой на арене я пропущу тебя в сектор вулканов вот так то так то так условия получения доступа в сектор вулканов а вот и новый механой пятого поколения хочется жить переход сектор вулканов твоего рейтинга достаточно особенно если ты его заработал с помощью оружия так и было все так и было но кроме этого нужно уметь выставить в бою когда некуда отступать в секторе вулканов это очень пригодится специально для проверки таких способностей используется арена когда-то это был закрытый комплекс для испытания новых видов оружия сейчас но редко появляется арену приспособили для дуэли механоидов если хочешь получить доступ в сектор вулканов тебе нужно выиграть хотя бы один бой на арене я все понял собственно мы сохраняемся а давайте напишем что мы теперь снова арктика 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 вода как какой ар я тебя услышал игра все а вылет замечательно о ночь улица фонарь арктика все как мы любим куда лететь непонятно а по пеленгу тоже то есть окей давайте посмотрим по журналу по журналу нужно доставить информ пакеты в сектор арктики это однозначно ставить информ в другие сектора а так уже не рейтинга 1 секторе так базы базы 1 и 3 сектора а все это понятно хорошо хорошо тогда мы просто вылетаем и мы будем двигаться вперед я так понимаю здесь но будем готовы к испытаниям я думаю что здесь все будет уже не так однозначно но мы сохранились так музыка где музыка так пока что ничего не понятно снег сыпет в глаза ночью атмосферно атмосферно вообще вопросов нет но пока дороги здесь представляются вы очевидно вот это то есть это очевидно дороге полетим так хорошо то есть я так понимаю карта здесь будет расширяться именно в эту сторону пеленгов нет ничего нет но мне сказали что если я хочу полететь на арену мне нужно лететь все направо на право или налево подожди что перейти вулкан находится слева лети по дороге поворачивать только налево и ты ее найдешь то есть все налево но я бы для начала хотел все таки не на арену хотя с другой стороны почему бы не начать именно с арены это конечно я пока не знаю так хорошо пока летим я хочу найти хоть какой-то город так здравствуйте здравствуйте меня собственно здесь уже встречают и где ты кто такой ты кто такой вообще я сейчас не понял это это было дружеское приветствие или что-то типа того я как бы не ну как бы если честно это было не очень дружелюбно скажу я вам переменчивый подожди потом переменчивый а что хорошо механоидом подобрали чтоб что вы делаете я здесь ни с кем не дерусь у меня тут как бы просто напали переменчивые панцирники то есть они они не любят друг друга ну это вообще другое дело ребят я ваши всякие вот эти вот разборки вмешиваться не собираюсь кто хочет там собственно делайте что хотите но я здесь вообще никак не причастен так охраняемая зона мы с вами прибыли куда непонятно куда потому что нужно просто залететь сюда окей давайте посмотрим что это из себя представляет местность это у нас сырьевая база сырьевая база которой можно а так вот креатронам сказали нужно торговать между там секторами арктики и вулканов я это прекрасно помню газовая то есть окей возможно потом этим займемся но пока мы собственно изучаем где что расположено сохранимся еще раз на арктик потому что у нас почему-то русский язык не воспринимается но окей так значит так нужно изучать местность безусловно и куда нам лететь то есть судя по логике если я полечу налево 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 я прилечу такие на арену надо ли она мне давайте полетим направо и посмотрим что направо я думаю мы в любом случае будем следующую карту все изучать все смотреть но я бы хотел конечно сначала найти хоть какую-то базу я бы хотел найти базу для начала а потом уже конечно же заниматься остальными делами в моем понимании это логично так о май гад кто вы такие о это кто а наргуны понял ой мамочки это какое-то очень опасное место что а куда я попал вообще это что вы видите просто мяч из кажется сломают я конечно не эксперт но по-моему здесь как что 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 рандомные ивенты рэк 19 на сегодня ты самый совершенный из механоидов космоса star 77 и давно ждали когда супер сотворит пятое поколение и это свершилось пока ты не добрался до супера а есть просьба ее выполнение не задержит тебя надолго я нам требуется информационный анализатор его можно приобрести в испытательном комплексе следящих камней секторе вулканов никто из наших не сможет туда попасть когда получен информационный анализатор езжай на нашу базу в том же секторе он кто считающий так это считающий подожди а считай сейчас почитаем прочитаю что же езжай на базу в том же секторе то там мы предоставим тебе важную информацию о некоторых сексу пера это поможете в будущем принять более верное решение то какое-то решение концовки так класс считающих целиком стоит симбиотов всего этого поколения третье поколение было очень многочисленным и образовала разные течение после чего супер поступил более осторожно получилась считающие вообще этот план объединяет целое поколение клан со своей идеологии взглядами на окружающие а на сказать очень необычными взглядами считающий не по ярко все 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 я вспомнил мы про них считать то есть они эти мыслители короче они они пацифисты считаю врач я понял хорошо я договор я с вами согласен спасибо большое как бы я постараюсь выполнить вашу просьбу но по-моему я прилетел не туда чё происходит вот мне бы хоть что-то куда войти я если че тут можно летать так хорошо если он летит значит я тоже могу а куда мы летим здесь если честно эти ребята меня немножечко пугают а вообще местность конечно прикольная но не видно вообще ни черта просто ночью тем более а куда здесь может так хорошо я что-то нашел где вход вход пожалуйста а все я нашел спасибо зеленая лампочка это вход отлично а что это такое это перерабатывающий завод нахрена он не сдался я не знаю но так допустим а чё у них есть монокристаллы активные металлы неинтересно сохранимся так а нужно ли она нам давайте на богомолу на всякий случай потому что у нас есть проблемы некоторые с глайдером точнее они очень серьезные я бы сказал куда лететь непонятно вообще чё тут чё тут чё тут чё происходит где база где база я хочу найти базу хотя бы хоть какую-то я пока что летаю просто как еще очень страшно реально страшно противники бьют у посмотрите на моё хп и на мой щит он конечно восстанавливается но очень сомнительно и очень медленно музыка такая еще напряженная очень сомнительно прям реально сомнительно куда я лечу я не знаю вообще так по-моему я лечу куда-то не туда возможно эти дороги объединяются а возможно и нет куда вот это все ведет куда это все ведет я не знаю ну хорошо летим не боимся по крайней мере ну попытаемся не бояться я сохранился в любом случае так это кто у нас летают но они не враги нам то есть они нормальные так ага собственно это скорее всего зарядная площадка на маленькая так хорошо зарядная площадка нам пригодится можно ли починить глайдер да пожалуйста спасибо так ракеты кстати можно тоже купить я бы не 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 отказался и теперь можно сохраниться замечательно арктик окей вылет все теперь мы в принципе можем не беспокоиться и здесь есть развилки давайте полетим налево чтобы сомкнуть карту потому что возможно база там пока что просто исследуем смотрим но мы нашли с вами места где можно покупать ресурсы мы нашли с вами место там типа завода но базы пока не было вообще где ее найти я не знаю будем искать непонятно не на место прикольная однозначно местность интересная но что тут делать пока вообще не ясно так а замкнутся ли они ха вот вопрос хороший по моему они не смыкаются и там какая-то местность что это убьют ли меня здесь нет не похоже на то да это местность смыкается хорошо 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 все замечательно мы сейчас а нет или да так я я потерял немножечко ага все хорошо чуть-чуть что-то трудно пока что непонятно ну понятно что каждая локация новая должна быть сложнее чем предыдущие это логично и понятно но у меня вопросы у меня реально вопросы мы здесь были мы здесь были и знаете ли ничего толкового я не нашел вообще где база где хоть что-то так ну давайте я не знаю здесь не может ничего быть чита же вообще в принципе не может быть я базу хочу найти где может быть база здесь точно ее нет то есть если я полечу так мы себя полечу налево хорошо полетели налево возможно так тихо 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 разверни развернись развернись а я вижу врага враг так то есть вот если вот смотреть от начала налево налево и еще раз налево там возможно будет все-таки арена может нас все-таки попробует на арену сходить все-таки мы конечно не супер крутые но я думаю что мы можем что-то противопоставить то есть у нас как бы есть мощный глайдер хоть и второго уровня так ага собственно есть что-то здесь отлично отлично посмотрим что это за место что это база или не база открывайте двери добрый вечер и это подземный подземный вход в подземные коммуникации вентиляционная система подземной коммуникации в множестве обещания доступа ремонтному механизму сомнительное место какое-то зачем это надо возможно сюда нужно будет что-то доставить чисто в теории хорошо летим налево давайте посмотрим арену возможно нас там вынесут но зато мы хотя бы посмотрим насколько все плохо то есть хватает ли нам уровня механоида хватает ли нам оружие если нет то как бы уже будем думать а если да так стопы тут кажется это самое так налево нам сюда я понимаю что нам сюда то есть все налево и там будет арена хорошо я понял полетели еб тить колотить вот за что просто за что я же транс меня нельзя бить нету в таком состоянии на арену и те смешно только если там мне не дадут возможность отремонтировать свой глайдер что будет в принципе логично потому что иначе это будет нечестный бой как вы считаете мне кажется данную я лечу налево я лечу налево и возможно там реально что-то будет потому что я вроде как впереди что-то вижу так собственно это наши ну почти наши так окей это арена я так понимаю что это арена и она очень похожа на арену торг а подожди в смысле не понял а можно мне восстановиться так хорошо давайте подождем здесь пока наш в этот зарядится аккумулятор потому что потому что мне кажется что немножечко нечестно когда если я выйду на бой с неполной броней поэтому мы сейчас этого дождемся и пойдем сохранимся и уже тогда начнем бой потому что у нас в принципе патроны есть ракеты есть попробуем все можно выключать так считающие понятно считающие кстати для нас союзники они прям зелененькие но я так понимаю они типа дружат со всеми кто с ними не так хорошо сохранить давайте арена 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 так хорошо торговля нам нечего пройти наркомодуль лимонный блок ничего интересного нет начать бой так хорошо все так сразу максимально быстро хорошо выезжаем куда куда выезжать где как куда где в какую сторону воевать с кем воюем так мышка на месте все хорошо куда ехать как бы как воевать сюда где 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 с кем воюем то где противники кто меня ждет здесь где враги он что это а вот сюда да окей открывайся открывайся сезам каких противников то каких противников здесь никого нет ты где где противники то алло какая какой какой нахрен противник не понял что происходит алло выпустите меня пожалуйста это это баг или что это такое никого нету здесь пусто я отвечаю здесь никого нет какие противники здесь могут быть и здесь никого нет вообще что происходит а если конечно здорово так я заспавнился лицом туда я это прекрасно помню так может быть что-то багануло давайте загрузимся на арину так ты находишься в приемном шлюзе арены здесь проводятся бои механоидов в данный момент на арене тебя ожидают давайте может что-то боганула о как раз как красивой как красиво о как красиво блин кайф кайф красивое место конечно очень мне кажется здесь какие ничего эти есть северные сияния начать бой хорошо что такое я лечу вперед чего что чё происходит я вам все поломаю сейчас что происходит нет ничего не происходит ребят я я не понимаю ребят если кто то в курсе почему происходит вот такая вот штука то есть я ведь все работает то есть по факту да начать бой то есть меня ожидают кто меня ждет с кем я вы кто кто эти люди кто эти механоиды которые меня ждут они 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 может быть умерли может быть они еще не родились или что я не понимаю ладно хорошо видимо нам может быть сюда раны или еще что то давайте начнем найдем основную базу потому что мне кажется с этого нужно было начинать вообще арена мы нашли это хорошо давайте попробуем слетать туда это очень сомнительное место я откровенно скажу я не понимаю где что-то валяется или нет не показалось или чё там нет что-то валялось что там валялось нет нет там ничего не валялось не показал сидим ok просто . на карте такая типа похоже на фиолетовую окей ладно полетели отсюда тут возможно враги а это считающие хорошо если вы считаете то дальше считаете там типа меня в математику свою не вмешивайте я как бы здесь не математик я просто парень парнишка космостас мне надо понять где основная база это раз и почему я не пускает на арену это два я могу чисто предположить что мой механоид недостаточно развитый но это опять таки как так то есть кстати 320 до 330 и так светло это на самом деле довольно интересно так здесь в принципе все меня не очень-то любят и не очень-то ненавидят то есть вот что это такое похоже кстати на базу похоже лет на базу ну да чисто теоретически это похоже на базу давайте сюда залетим не заглянешь не узнаешь хорошо мы на месте и это вторичная база панцир ников окей хорошо собственно давайте посмотрим что у них продается есть тягач скоробей 2 понятно а искры а подожди а почему скоробода это что такое это как так то так бусор кстати рекомендовали тоже а поставить мне потому что увеличивает выработку энергии но это понятно энергию так так рулевую усилитель это кстати было бы неплохо поставить на скоробе тягач это что-то очень жесткое очень прочный вместительный аппарат обладающих тому же неплохой аэродинамика идеальный выбор для серьезных торговцев масса пять восемьсот офигеть вырезать прикольно так лучевой лазер у нас какой двуствольная атомная пушка но окей я иметь пока не собираюсь так хорошо очень много чего интересного и плазмомет и атомные пушки титаномная бронянская броня броня у нас мультиорганическая это хорошо я не буду и менять какая-то 0 броня офигеть лучшая защита обалдеть обалдеть ладно все это пока не по нашу душу панцирники что за работа выполнить условия необходимые для вступления план панцирников нет спасибо нет спасибо я не голодный я не хочу я не хочу фактически панца а подожди или панцирников а подожди подожди в не вступать в другие кланы там те же транс у них вообще никто не любит То есть вот такое, да То есть это продвинутые трансы Они занимаются тем же самым торговлем Трансы никогда не повезут товар, доставка которого им не выгодно А панцирники, соответственно, тоже И у них много энергии, что это очень хорошо Отснащить глайдеры и быстро восстанавливать после уничтожения Мощные двигатели, крепкая бронебесительные глайдеры Отличительные признаки панцирников Кстати, база к ним очень хорошо Относится и часто предоставляет бесплатный ремонт Коммуникации вещь очень полезная Понятно, их никто не любит, я не буду выполнять их задания Но в любом случае мы посмотрели, что здесь есть база Но это не та база, которая нам нужна А я, кстати, не сохранился Ну давайте сохранимся Давайте сохранимся, да И, наверное Сохранить Давайте на Арктик, вот так, да Сохранились, и я думаю, на сегодня Мы с вами закончим, потому что Если честно, пока много вопросов То есть вопрос, а почему меня не пускают На арену и что с ней произошло Возможно, что-то зависло, возможно, что-то Не так делаю я Второй вопрос, где здесь найти базу Потому что я не понимаю, где она расположена То есть я уже много где летал Карта большая, достаточно обширная И по глайдерам По глайдерам, ребят, мне нужна, конечно То есть я так понимаю, что мы уже, в принципе, сами Вольны выбирать, на чем мы хотим летать И как мы хотим это делать Но я так понимаю, задания все равно будут И нам придется делать выбор в сторону Либо боевого, либо же транспортного глайдера Я не знаю, то есть Посмотрим, пока денег нет особо То есть 13 тысяч нужно торговаться Будем мы ли это делать? Я думаю, что да Но мне, в принципе, нужна какая-то ваша помощь Почему так с ареной? И, соответственно, наверное, на этом все Ну и, собственно, все ваши мысли Тоже можете писать, или даже в комментариях Так что, друзья, всем большое спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии Вступайте в группу ВКонтакте Ну, на сегодня у меня все Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok